Всем привет дорогие друзья, рад приветствовать вас. Сегодня будем играть в Doom, брутальный для мужчин, короче, в игру для мужчин. Решил вот такое, Brutal Doom скачаться, ни разу не играл, видел у Green Paper в видосах, но сам никогда не играл. Нет, сегодня без мата не получится стримать, я там вижу сообщение. Сегодня все-таки в Brutal Doom играем, это брутальное играние для детей, детям проход воспрещен. Уберите детей и беременных детей со стрима, пожалуйста, ребят, обязательно. Как называется сборка Brutal Doom? Я не знаю, я чисто по рандому качал, поэтому вот этого сказать не могу, к сожалению. Так, по-моему, это конец уровня, да. Я проходил оригинальный Doom, прикольная игра. Скоро ли новый видос? Не, пока видосов нет, я ничего не снимал, у меня нечего снимать. Машин нету, вот если парень приедет, обещал парень приехать, мы GL отснимем с ним. Ну так чисто это. Я, наверное, сниму видос с GL и сразу буду его продавать. Может кто-то из аудитории купит, типа я его по самому низу рынка буду отдавать. Вот, может кто-нибудь GL возьмет. Вдруг кто-то ищет себе дизельную машину внедорожную. Мне не понравилась ни философия Мерседес, ни сам Мерседес. Ну такое, машина на любителя, прям полностью на любителя. Очень на любителя. Так что пока на этот канал, ну только подарки выйдут, вот, я все никак не могу смонтировать, там часа полтора. Ну я вот купил сегодня объектив, сгонял. Надо, может, пока снимать вторую часть. Потому что все, компы уже есть в плане железа. Надо корпуса к ним подобрать, все это помыть. Компы есть, они уже куплены, то есть и деньги есть. Там осталось около 25 тысяч или 27 до 40, чтобы разыграть какой-нибудь комп среди вас. Вот, и я думаю, что до конца лета точно мы завершим это, так скажем, накопление денег с продажи мусора. Ну, с продажи этих хламовых ПК. Так это Брутал Дум. Это есть Брутал Дум. Это необычный Дум, ты что? Ты где видел такое в первом Думе, в обычном классическом? Что, Мишаня, продал BMW? Да, я ее отдал. Вот у меня подписчика я забрал на перепродажу. Он ее, между тем, обменял на Kia Rio. То есть я, в принципе, мог поменяться своим BMW мощной на Kia Rio Sport. Ну, Kia Rio Sport какая-то комплектация. Там седло тертое, поэтому, наверное, спортивное. Жесть, да, BMW 66-ю обменять на Kia Rio? На 17-го года, по-моему. О, привет, белый. Приора? Давай Веста, братан. А о чем разница? Это Лада Веста. Она на тюнинг у нее такой же дорогой, как на Вест. Типа, нет смысла, почему я тебе объясню. Потому что, если бы Приора как-то разительно отличалась по ценам тюнинга, то есть в 2-3 раза, но бампера, Веста и прочее на Приору стоят столько же, сколько на Весту. Если Весту так уныло, ну, люди смотрят, не особо она кому-то интересна, будем честны, да? Смотреть Весту эту, даже мало у кого есть пацанов молодых, там есть сейчас деньги на нее, даже какую-нибудь старую из-под такси взять 16-го года. Мало у кого средства есть. Че тебе Мэтт бесплатно деньги дарит? Бенвен, Мерседеса, ты ни слова не говоришь. Ты купи у нее Е38 за 400 и продашь сам опять деньги заработаешь. Кому она нужна? Кто ее купит? Она никому не нужна даром, ее за 300 никто не купит, я вам повторяю. Это ведрище никому не нужно. Мерс я у нее сразу забрал. А че так с такой агрессией на меня наезд, я не понял. Это же хлам, реально. Ладно, давайте, парни. Кто готов купить Е38 В12 гнилую за 500 тысяч рублей? Е38 лонговая за 500 тысяч рублей. В12. Только что перебранный. Не работает Канди, куча проблем, она не особо на своем ходу, пинает коробка. И что? Что мне с ней делать? Смотреть на этот памятник искусства немецкого. По Камолу, короче, что я могу сказать? БМВ он не в состоянии ремонтировать. Я рассказывал, у него проблемы с колодками задними. Их нету. Ну, в плане колодки-то, по-моему, даже есть у него запасные. Для ремонта. Ну, имеется в виду новой колодки. И оторвал оглушитель. Он не в состоянии даже вот это отремонтировать. То есть купить там крепление, загнать ее в сервис, чтобы глушак ему сделали. И не в состоянии аккумулятора даже вытащить сзади. Я не знаю. Не маленький ребенок. Он мне намекает. Я не собираюсь ему помогать. Пусть учится. Я в чаху. Мне говорит, ты мне приедь, говорит, аккумулятор сними и заряди его. Нагло, старое счастье, как говорит. Канал он везти не хочет. Приезжает постоянно к гаражу и спрашивает. А что ты не снимаешь? А где видео? Что ты ничего не снимаешь? Я ему объясняю. Я ничего не снимаю. Я говорю, у меня нет видео. Он говорит, я понял. Ты так хотел меня видеть. Я приезжаю. Ничего сразу не снимаешь. Я говорю, так я не снимаю. У меня нет видео. Я ничего не снимаю. Он говорит, я понял все. И что это за... Ты меня это бесит? Он думает, что я типа от него скрываюсь куда-то. Нет, Даниил Камольный меня с черного списка не убрал. Я придумал. Я не буду его снимать, пока он не извинится публично. И не уберет с черного списка. А то он дурака включает. Говорит, что он не знает ничего, что у него нет там В аккаунт не сидит, сам со всеми общается И потом мне в открытой Улицо говорит, что он не сидит в контакте Так что все, если хотите Данила Владимировича Сами с ним разбирайтесь Крылья там покрасил, одно криво, косо Другое более-менее, крылья у него Оба кооперативные и Они отвратительные, то есть Они с такими зазорищами, сумасшедшими С такими дикими зазорами На них без слез не взглянешь И он сделал все в своем фирменном стиле Машина, конечно, чуть лучше с виду стала Но если говорить про общую картину То это зазип Как был зазип, но сейчас зазип в меньшей степени Вот и вся разница Да не, никто на Камола не в обиде ни в коем случае Просто ему надо как-то уже взрослым Становиться, мне кажется Он как маленький ребенок все видел А он, кстати, рыбачок, Данил Он может вот сейчас сегодня на рыбалочке в субботу отдыхает Данил, привет, если ты на рыбалке, отпиши Пойдем пиво выпьем с тобой Вчера я ему говорю, Данил, метнись за пивасом Чуть возьми там Я вчера Весту громкий фронт доделывал Настраивал, ставил пищалки в Весту И, короче, говорю Метнись за пивком, я тебе дам денег Попьем, посидим, как нормальные пацаны Он говорит, мне купиво, я не пью, ты че Ну вот это начал Вот кому-нибудь из вас в чате сейчас предложишь Типа, вот, условно там Пойдем попьем пиво Да, конечно, вы согласитесь И пиво еще и за мой счет Еще и пару-тройку стяжек Это же хорошо Обычно все интересные и веселые приключения Начинаются именно с того, что Твой друг или знакомый предлагает тебе Въехать пиваса и купить пару-тройку стяжек Ну а потом уже это все превращается В жуткое месиво С алкогольными бэттрипами По разным хатам Просыпаешься непонятно где в парке Под каким-то деревом или в кусте Но все равно начинается оно все именно так Хорошо, что я играю на самом легком уровне сложности О, то есть на самом тяжелом Ну, на хардкоре Я, кстати, на хардкоре прохожу Так, сейчас зайду к Бобриусу На стрим мы будем рейдить Бобриуса Бобриус продакшн Собирай нормальный комп Пишите ему Собирай Нормальный Комп Бобер Он там 3440 себе выбирает 3470 хочет взять Все Спам атака Пошел процесс Серега Серега Серега, не надо Собирай компьютер Он не игнорирует мои сообщения Расскажи, как упал въем в гараже Как шел упал Хотя бы учитывая, что там щель Расскажи, как упал въем в гараже Пять банок пива выжил А вот сейчас напишу Серега, приезжай пить пиво А когда новый видюх поставишь на клик Смург сатон Серега, приезжай пиво пить, Серега Приезжай пить пиво, Сергей Сделаем совместный поточек Приезжай пиво пить Бан всем Сейчас я ему задоначиваю Я шуткаю карту мою не увидели выключу Пивка, чья нет, то Выход Заодно тебе подарю 3440 Да слушай, можно Спасибо, Миш, за донат Скажу, короче, это Время 9 часов О, давай Я сплю в машине Хорошо Сплю, наслаждаюсь, так сказать, в кавычках И слышу что-то бубнёж Какой-то А у меня двери так прикрыты Мне сначала показалось, что Мург пришёл Где эти дура, а? Открываю дверь Вроде нету никого Потом подхожу к этим к воротам Сосед вот этот вот, который мусор Ну как это, как не мусор Который, ну говно, короче, возит Как он там, я уже дословно забыл А Специально сделали Бросили, уехали Без остановки Одно предложение Раз по 30 Я, главное, я не пойму Я подхожу к камерам Смотрю, что-то он там банки собирает Наши от пива В итоге он так, наверное, полчаса орал Всё, потом успокоился Это реально, да, история Я вам не рассказывал, вот Вот, и, короче, потом, самое главное, Мург пришёл С этим соседом мы уже стоим, общаемся Совершенно нормальный человек Это у него проблемы с шизофренией Вроде не скажут, что у него что-то это Значит, у него с головой не в порядке Он орал, орал, орал Вот такой у меня сосед, ребят, с причудой Приложение повторял Не, он не пьёт, он не пьёт Главное, непонятно То ли он про нас, то ли он про... Ну, вообще непонятно Вообще, как всё было? То есть мы пиво попили Куча банок Миша их все смял Ну, плоскими сделал И ему кинул Где вот он мусор собирает Не мог же он на это обидеться Ну, хотя он говорил, что-то бросили уехать Так, Мург, чё не так-то? Давай, рассказывай Куда ехать пить пиво? Приезжай, вот, к гаражу У нас опять проекция, проекция, слышишь? Серёга, здравствуй У нас завтра, что ли? У нас классно, здравствуйте Волгиться Когда приезжать? Сейчас я не хочу У меня до капочка-то кончилось В тихом омуте Ибобриус скребётся А представьте, как Мург в 60-е будет ворчате матом крыть всю округу просто так по фану Всем привет Да У микрофона главврач третьей дурки Сегодня я вам покажу ещё одного пациента Этого пациента зовут Белкин Михаил Игоревич 1996 года рождения Вот это вот, вот это враньё Этого человека зовут Илья Давидов И он 82 года рождения Он же Мэдди Мург Мутный мрак Это Мэдисон 29 Мутный мрак 228 Мург Пауэр И Мург Помер Так же его вторую Так он не Помер? Ещё Зовут Мэдисон Он ещё давно А, вот, всё сказал На учёте про него снимали репортажи, например, вот На улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой Мужчина снимает видео Запись в главу интернете Когда он был на учёте в Одинской дурке, его лечили месяц и давали пинка под зад Пока он чего-нибудь не натворит Потом он занёс денег моему коллеге из Одинской дурки Люди ржут над его припадками и просто знатят ему деньги На эти деньги он и живёт. Также этих денег хватало на взятки. Давайте я вам покажу припадки данного пациента. Спасибо, Плата. Я знаю. Это даже не ядро. Я не был там. Это постановочное видео. Спасибо, что досмотрел до конца. И если хочешь отблагодарить меня за нарезку, то подпишись на мой второй канал. Ссылка в комментариях.